Евангелие Марка, 7 глава Евангелие Марка, 7 глава Евангелие Марка, 7 глава Евангелие Марка, 8 глава Евангелие Марка, 8 глава Евангелие Марка, 8 глава Евангелие Марка, 9 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 глава Евангелие Марка, 10 глава Евангелие Марка, 10 глава человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может его осквернить? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь была одержима нечистым духом, и пришедший припала к его ногам. А женщина та была язычница, родом с сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала ему в ответ, так, Господи, но и псы под столом едят крошки у детей. И сказал ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. И, пришедши в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы десятиградия. К нему привели глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. И Иисус, ответший его в сторону от народа, вложил пальцы свои в уши ему, и, плюнув, коснулся языка его. И, возрев на небо, вздохнул, и сказал ему, Ефафа, то есть, отверзись. И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и он стал говорить чисто. И повелел им не говорить никому, но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали. И чрезвычайно удивлялись и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими.